Культ, 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 культ. В Кирове 12 часов и 6 минут, сегодня пятница, 11 августа, а значит в рюмом эфире начинается программа Культ Поход, которую ведут сегодня по традиции Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Да, впереди выходные, хорошая солнечная погода, и мы вновь собираемся поведать вам о том, где можно с интересом провести свое свободное время, и сегодня мы будем говорить о новой выставке. Это выставка Дымковской игрушки «Город и горожане», которая открывается в Вятском художественном музее имени Васнецовых. Наши гости, давайте их представлять. У нас в гостях Ольга Крупина, куратор выставки «Город и горожане», заведующая отделом научной и выставочной деятельности Вятского художественного музея имени Васнецовых. Добрый день. Добрый день, да. Да, добрый день. И Надежда Менчикова, руководитель проекта «Дымковская игрушка. Наследие Вятки», руководитель Организации «Союз художников России. Народный художественный промысел. Дымковская игрушка». Здравствуйте. Добрый день. Ну, с Надеждой Николаевной не так давно общались в нашей студии. В июле этого года говорили о вашей работе «Свободу 67», непосредственно мастерская. Было очень интересно. Ну, я не знаю, с чего начнем. Непосредственно с выставки или с характеристики вообще всего проекта «Дымковская игрушка. Наследие Вятки». Я думаю, что с выставки все-таки открытие прошло вчера. Официально это было открытие, да? Да, конечно. Просто начинает работать выставка с 11 августа, но вчера было официальное открытие. Да. Сразу скажу и напомню слушателям о том, что билеты на эту выставку у нас сегодня будут разыгрываться. Большое спасибо нашим гостям, что эти билеты предоставили. Ну, и к тому же у нас есть еще большое количество других призов. По традиции, полный список чуть позже озвучим. Напоминаю, номер нашего прямого эфира – 211-101. Вопросы будем задавать после 12.30. Итак, выставка. Начинаем о ней говорить. Да, конечно. Мы готовы. Итак, вчера мы открыли выставку «Город и горожане», которая одновременно открывает выставочную часть и всего нашего проекта «Дымковская игрушка наследия Вятки», которая реализуется в рамках гранта президентского фонда культурных инициатив. И за этим последует еще череда различных мероприятий, а выставка эта объединила несколько поколений мастериц, тех, которые сейчас активно работают в промысле, и их учителей. Эта часть игрушки представлена из нашей коллекции, коллекции Вятского художественного музея, которая является богатейшей коллекцией «Дымковской игрушки» вообще во всем мире. Самым возрастным экспонатом, да? Вот, вот. Прямо этот же вопрос. Сколько лет, когда они были изготовлены? Так, получается, наверное, игрушка Евдокии Захаровны Кошкиной, 1974 год. И там есть такая композиция «Первый шаг». И мы вчера... 1974? 1974 год. То есть это предыдущий юбилей города, 600 лет. Да, да, да. Такие композиции вот этого времени. То есть это вот самые старшие учителя современных мастериц, которые сейчас уже сами являются наставниками молодого поколения мастериц. Слушайте, я думал все-таки, что игрушки, наверное, должны быть чуть пораньше, которые еще были изготовлены. Мы говорим о том, что на выставке взяли на выставку именно работы, начиная с этого времени. А вообще в коллекции музея игрушки есть еще с конца 19 века. Да, конечно, конечно. Просто поскольку здесь мы все-таки в первую очередь представляем творчество современных мастериц, работающих в промысле, да, их представление о нашем городе, о горожанах, и выставка в преддверии юбилея города. Поэтому... Но мы не смогли как бы оставить за кадром и учителей, современных работающих мастериц. Поэтому показали еще и два поколения учителей, современных мастериц, работающих в промысле. Но и среди современных мастериц тоже уже есть учителя и ученики, скажем так. Надежда Николаевна, сложно было выбирать работы. Наверное, ведь очень много работ, да? Но тут была именно тема город и горожане, да? Сложно был выбор? Ну, во-первых, тема, когда объявляется работающим мастерицем, это всегда хорошо, потому что это заставляет человека в рамках этой темы думать. А, то есть были, есть игрушки, которые прямо специально были созданы. Конечно, да-да-да. Мы же для того, чтобы в этой выставке участвовать, практически год ходили в фонды музея и смотрели еще старую игрушку. Мы смотрели игрушку как раз от конца 19-го, начала 20-го века до сегодняшнего времени. И там были разные композиционные вещи, и были одиночные фигуры. И, глядя на все это, особенно молодежь для себя очень многое открыла. И после этого они должны были вот как раз создать что-то свое, чтобы принять участие в выставке. Вот такая была идея. А какие вообще смыслы заложены в это название «Город и горожане»? Ну вот это вот что такое? Да, что же за сюжеты? Когда я побывала на открытии, я была удивлена некоторыми сюжетами. Можно я дать? Да, конечно. Для меня город и горожане, ну это прохожие, да, безусловно, которые по улице движутся. Кто-то сидит, отдыхает, ну и так далее, и так далее. Да, конечно, все это есть. Все есть, но есть очень неожиданные сюжеты, композиции. Я думаю, я обязательно завтра выясню, возможно ли они вообще в промысле. Во-первых, там есть сюжет, играющий в шахматы. В шашки. А, в шашки, да? Да, в шашки. В Зуи Исаковной Казаковой. Точно, в шашки. И вторая поразившая меня композиция – это композиция «Джаз». Джаз? Где дымковская барыня с саксофоном стоит рядом с роялем, и там поразили просто композиции. Как это в промысле возможно? Это как раз и называется в народном художественном промысле как творческое варьирование. То есть, когда, казалось бы, обычная барыня вдруг насыщается деталями современности, и она может показать какие-то необычные действия. То есть, вот в этом весь... Вы правильно сказали, что там живущие люди, идущие пешеходы, там, да, какие-то сидящие старушки, бабушки, предположим, пенсионеры, дети, играющие в парке. Все, наша жизнь от и до. Возрастные категории разные, чем мы вообще живем и занимаемся в нашем городе. Раньше и сейчас. Вот это все, но нам очень важно, чтобы были элементы современности. Промысел должен развиваться. Если все будет как обычно... Отражать нынешнюю картину. Да, но у нас же все меняется. Новые объекты появляются в городе архитектуры, какие-то памятники появляются, и люди вокруг этого все равно живут, фотографируются, к нам туристы приезжают. Вот это все, и надо по крупицам по чуть-чуть пытаться отразить. Тогда промысел будет жить. На мой взгляд, вот так. Да, еще очень много архитектурных памятников, да? Да, конечно, архитектурная тема тоже. Она появилась не сразу в дымковской игрушке, но сейчас она очень востребована мастерицами в творческих композициях. Из музейной коллекции мы представили работу Людмилы Николаевны Докиной на тему город. И также у нее еще историческая композиция. Новгородские ушкульники. Очень красивая и поэтичная композиция у Лидии Сергеевны Фололеевой. Вятский мотив с входными воротами, с львами. С львами воротиками. Да, да, да. Я обратила тоже внимание. Но все-таки вот этот, да, творческий подход. Потому что львы, они не похожи на тех, которые есть на самом деле. Но это львы, которые традиционно в дымке делают, начиная с начала 20-го столетия. Вот они такие вот на стыке как бы вот цирковых львов и вот на самом деле скульптурных львов, которые мастерицы видели на улицах города Вятки. Так, возрастное ограничение, к сожалению, не могу на сайте найти сейчас как-то вот. Ноль. Ноль плюс. Да, ноль плюс, конечно. Это надо обязательно проговорить. Дымковская игрушка, да, да. Открыто и доступно всем. Вот, ну, в основном храмы интересуют, да. Я заметила, что мастерицы в основном затрагивают темы храмов, храмы, колокольни, да, вот это... Есть такие, но есть и Александровский сад, есть и просто дворики городские, композиции. У Тамары Дмитриевны Ворожцовой, например, «А у нас во дворе». Вот, потом зимние, зимние композиции тоже есть, тоже дворы, чем можно заниматься на улицах города, на той же театральной площади, например, кататься с горок. Поэтому светская тема в архитектуре также представлена наряду и с храмами, конечно. А есть очень личностные композиции. Вот у Анны Лалитиной, которая автор композиции «Джаз», у неё ещё есть композиция, которую она сделала в мастерской. Это её мастерская и вид на Царёво-Константиновскую церковь, которая на самом деле открывается из окон её мастерской. Вот такое вот живое... Выход из интерьера уже на улицу. Да, я обратила внимание тоже на эту композицию, она действительно интересна. То есть это как комната, да, комната мастерицы, она там лепит индюка, по-моему, да, какой-то стоит на столе. И стоят на полочках ещё игрушки. То есть это осмысление уже своей собственной работы и самого себя. Взгляд на себя со стороны, да. Ну и стоит сказать, что выставка, да, включает не только игрушку, там есть и видеоконтент у вас, я там увидела фильмы, какие-то фотографии сопровождают. Что это за фотографии, как они были сделаны. Ну это также в рамках проекта нашего были задуманы как раз вот сделать, отразить творчество современных мастеристов через руки. Показать, как идёт процесс. Руки разные возраста, так сказать, в разные периоды. И вот это всё сейчас является украшением этой выставки. Ну а фильм снимали, подходы были несколько раз, снимали разные поколения, задавали им вопросы, как они себя видят в промысле, насколько им трудно, либо легко. То есть такие были простые, незамысловатые вещи, но девчонки старались правильно всё-то как-то понять и себя выразить во всех этих ответах. И всё это сложилось в такой очень хороший, лёгкий фильм, который можно смотреть. Он будет в открытом доступе? Он там работает на выставке? Он частями представлен и в группе проекта «Дымковская игрушка. Наследие вятки». А целиком он сделан в виде фильма на выставке сопровождает. То есть у нас разные формы сопровождения. От буклета, аннотаций и пресс-вола, видеоконтент. Это всё должно расширить представление о мастерицах, в целом о промысле. Ну и, конечно же, фотопроект «Дымка на следие вятки» Ксении Суворовой, который дополнил очень интересно с творческим процессом, запечатлённым ей через руки мастериц и разные этапы создания игрушки. То есть если вы ничего не знаете о том, как игрушка создаётся, то, глядя на эти фотографии, мы можем увидеть всё от того, как мастерица берёт ком глины в руки, как она лепит, и до того, как она кладёт последний кусочек золота на игрушку, завершая творческий процесс. Город и горожане – это ещё и романтические отношения, влюблённость. Это тоже всё представлено? И это тоже всё представлено. В том числе авторская композиция «Место встречи», которая стала началом, основой для создания скульптурной композиции, которая стоит у нас на улице с Паской. Да, да вы что? Я думала, что получилось наоборот, что сначала была сделана… Сначала модель была в Дымковской кушке, а потом от неё уже пошло больше. Сначала была композиция. А я думала, что это уже переосмысление вот этой бронзовой скульптуры, которая у нас известна очень в городе, и это уже всё наоборот. Да-да-да, то есть Людмила Дмитриевна Леденцова, когда создавала скульптуру, она брала за основу Дымковскую игрушку Анны Лалитиной. Да, это вот, скажем, знаменитая… Это ведь у нас единственная, да, скульптура в городе? У Дымковской мотивации? Нет, у театра кукол. У театра кукол Дымковская семья. Визитная карточка, открытка нашего города. Это как раз вот это место встречи на улице с Паской. Что ещё ждёт в рамках проекта «Дымковская игрушка. Наследие вятки»? Ну, во-первых, нужно, наверное, сказать, что и в рамках самой выставки, да, у нас будет параллельная программа, будут различные мероприятия. По воскресным дням несколько раз в месяц, а выставка пройдёт по 22 октября. У нас будут демонстрационные мастер-классы, когда просто посетители выставки в определённое время смогут прийти и увидеть, как мастерица работает, пообщаться с ней. То есть в какие-то выходные у нас мастерица будет лепить, в какие-то, например, расписывать игрушку. А мастерицам вообще комфортно, Нижа Николаевна, одновременно трудиться и общаться с гостями? Ну, очень хочется. Не все, наверное, согласны, да, с этим? Нет, почему? Многие хотят пообщаться. Есть такое желание. То есть возможно это? Особенно у старшего поколения. А, ну, да. Потому что двери мастерских у мастериц чаще всего открыты, они постоянно работают с гостями, с посетителями. Нет, потому что Надежда Николаевна рассказывала, что кто-то музыку слушает, кто-то ещё чем-то занимается. Ну, и гостей тоже встречают, да. Поэтому потребность даже у самих мастериц в этом есть, поделиться, рассказать. И очень многие умеют и работать, и говорить одновременно. Как таксисты. И делает это качественно, да. И интересно. Кроме этого, у нас ещё будут, естественно, и арт-паузы, и кураторская экскурсия. Например, в неделю, когда у нас отмечаются Дни романтики, арт-пауза по выставке «Город и горожане» тоже будет как раз посвящена романтическим отношениям, представленным в Дымковской. Это уже скоро, скоро, вот в августе. Да, это 26 августа у нас будет такая вот арт-пауза. Надеемся, что у нас ещё будет концерт в стиле Дымки, поскольку у нас есть в городе... Как это? Нет, ну у нас есть в городе много творческих коллективов музыкальных и хореографических, у которых есть композиции, номера творческие, вдохновлённые Дымковской игрушкой. И костюмы. И костюмы, и содержание. Да, вокальные композиции, инструментальные и так далее. Надеемся, Николаевна, как вы к этому относитесь, когда видите, что танцуют в костюмах Дымковских? Ну, я считаю, что это очень хорошо. Пусть будет. У этого есть очень историческая база. Если вспомнить Кобринского хореографа, нашего знаменитого создателя коллектива Дымка, и до сих пор их визитной карточкой является этот танец. И мастерицы многие принимали участие в создании костюмов. А, кстати, есть ли песни или песни, посвящённые Дымковской игрушке? Да, 5 октября. Чуть-чуть, несколько слов хотя бы. Как стать мастерицей? Раскрывайте секрет. Вы знаете, буквально сегодня по электронной почте пришло письмо из Новосибирска о том, что женщина хотела бы работать в мастерице Дымковской игрушки на удалёнке. У себя там, да? В Новосибирске. То есть получать, видимо, от нас задание, выполнять и называться Дымковской мастерицей. Понятно, что такого быть не может, поскольку она не живёт в нашем городе. У нас ограничение по местоположению, промысел должен быть в городе Кирове. Ну а так, если серьёзно, чтобы стать мастерицей, надо, конечно, сначала показать, что ты это хочешь и можешь на экзаменах, показать, что ты можешь работать с глиной, что это материал твой, не чужой, вот, посмотреть, как ты рисуешь кисточкой, насколько ты можешь видеть цвет, то есть попытаться на листе бумаги хотя бы собрать из пяти цветов вот эту цветовую гамму, она у тебя получается или не получается. После этого тогда уже решением нашего худсовета человек пойдёт на обучение к мастеру и будет учиться примерно от трёх до шести месяцев, как получится. Вот, но основы какие-то, самые простые игрушки мы научим, а дальше человек пойдёт уже под нашим контролем в свободное плавание, чтобы дальше он развивался и совершенствовался в ассортименте, в его, так сказать, сложности и так далее. Ну как часто желающие к вам приходят и заявляют о том, что хотели бы работать? Мы каждый год набираем. Вот буквально через две недели я буду объявление вывешивать в соцсетях о том, что мы будем делать набор. Мы будем делать набор, потому что есть... Мы выиграли, во-первых, тоже ещё один грант, и поэтому гранту... Которое обучение предусмотрено. Поэтому гранту у меня есть обучение одного ученика. Поэтому мы в любом случае будем это делать. Мы это делаем постоянно. По-другому никак. И, конечно, будет затронут вопрос, а как это было раньше? Да. Да, вот история учёбы в промысле. Как это делали в Слободе Дымково, как это делали потом уже под контролем художников, начиная с 50-х годов, система обучения. И как мы это делаем сейчас? Ну, в любом случае, это, видимо, только через общение, через присутствие в мастерской. Конечно, это живое общение, из руки. Какие-то мелкие операции начинает сначала ученик выполнять, на подмоге, что называется. Нет. Нет? Или прям сразу? Он сразу садится с куском глины, начинает лепить простую птичку. Рядом сидит педагог, вот сейчас у нас один ученик есть, и, глядя на него, он сразу видит, что он делает. Ему показали, он дальше повторяет. Что не так, сразу и убрали. Снова новый кусок глины доберётся. А был период, когда ещё мастерицы и в училище, в нашем художественном училище, и сейчас это отделение, по-моему, продолжает работать. Оно существует, но как бы это отдельная тема разговора. Да, история, да. Что ещё в рамках проекта? И так сказали, будет параллельная программа выставки, да, а в рамках глобального этого проекта «Дымковская игрушка. Наследие Вятки». Ну, наша самая главная задача этого проекта сделать так, чтобы у нас ожил Репинский особняк, чтобы это замечательное старое здание музея снова в свои стены поместило экспозицию. И в данном случае первый этаж будет посвящён как раз «Дымковской игрушке». И разработан замечательный такой вариант решения, оригинальный такой вариант современного решения этой экспозиции. То есть не так, как мы привыкли. Просто витринки, просто поставили. А там будет возможность, помимо того, что ты увидишь игрушки из фондов музея, там будет вариант ещё мультимедиа. То есть можно будет нажимать на определённые кнопочки. Ну, это сейчас... Да, и ты увидишь как бы эту игрушку, её историю, ты увидишь её в развороте-повороте и так далее. То есть это будет с красивой подсветкой, это будет очень интересно и современно. Ну, вот я видел в музее техники, правда, да, огромный перед тобой экран сенсорный, и ты прямо вот пролистываешь. Сейчас это, мне кажется, да, очень распространено. Да. То есть мы надеемся, что после завершения уже реставрационных работ мы сразу приступим и к наполнению экспозиционному залов Репинского особняка. И вот первый этаж у нас будет посвящён Дымковской игрушке, сказка Дымковской слободы, так называется эта экспозиция. И ещё там будет зал временных выставок, который начнётся с выставки, посвящённой Алексею Ивановичу Деньшину и 130-летию со дня его рождения, поскольку человек изучал промыслы и, в первую очередь, промыслы Вятского края и будет представлена ещё, чем богата Вятская земля. Вот. Помимо этого, у нас ещё издательская программа в рамках проекта, да, мы несколько готовим изданий, это тоже очень важно. А Дымковской игрушки. Об истории включу, да, в том числе. То есть это каталоги экспозиции Репинского особняка, готовящиеся, каталог... Совместный каталог двух коллекций. В одной книге музей Воснецовых и музей наш. То есть в одной книжке будет с разных концов показана основная работа интересная. В той и в другой коллекции. По времени, если так осторожно говорить, когда эти издания могут появиться. Да, всё, мне кажется, даже раньше мы это всё должны сделать. И второе издание, надеюсь, тоже мы осуществим, также связанное с Алексеем Ивановичем Веншиным. Давайте здесь пообещаем, чтобы точно случилось. Мы планируем издать его рукопись, над которой он в сороковые годы работал. И она незаслуженно забыта. Она издавалась когда-то, нет? Нет. Нет, только в виде рукописи и осталась. Да, у нас в музее... Там, кажется, ещё, по-моему, с рисунками что-то было. Рисунки разрозненные, они в разных коллекциях находятся, в музейных и научно-исследовательском институте в Москве хранилась рукопись с иллюстративной частью. Но вот мы постараемся как можно полнее восстановить вот эту вторую часть. Вот текстовая у нас есть. Вы, Надежда Николаевна, сказали, что когда действующие мастерицы пришли посмотреть на дымку, которая была сделана много лет назад, были удивлены, впечатлены. Чем именно? Ну, наверное, впечатлены... Насколько разные вот те работы и нынешние? В какой-то степени там была определённая смелость в решении, например, этих же каруселей, каких-то композиций. То есть, когда ты не знаешь, что до тебя делали другие, тебе кажется, что сегодняшний день это вот так оно всегда и было. Складывается определённое как бы уже, ну, такое правило незыблемое, что только так и не иначе мы только всадников определённых всадим. А оказывается, всё было иначе. И украшения у карусели могут быть разные, и по цвету, и по размеру, и по формату. И девчонкам очень понравились вот эти все подходы. Даже традиционные пары, которые посмотрели, тоже были необычные. То есть, лёгкое какое-то движение, скрытое, через какой-то элемент даётся характеристика образа. То есть, это даёт смелость. Ты можешь пробовать. Границы раздвигаются. Да, да. Раз они смогли. Почему мы не можем? А что ещё удивило больше всего, что они были на самом деле ограничены в количестве цветов. Они не брали эту палитру до бесконечности. Они брали 5-7 цветов, а в некоторых небольших игрушках до трёх цветов они брали. И всё это было очень красиво и вполне завершено. Да, и при этом игрушка и нарядная, и яркая, и с характером всегда. И орнаментальная, и декоративная. Как они это делали? Вот это надо было понять. То есть, вроде как, я не скажу, что это минимализм какой-то. Я тоже обратила внимание, что вот где-то... У нас 20 секунд уже до рекламы, да. Мы продолжим, давайте, наше общение. Да, напоминаем, что мы говорим о новой выставке Дымковской игрушки «Город и горожане», которая открылась в Вятском художественном музее. Добро пожаловать. Через минуту, может, чуть больше начнём розыгрыш, да, уже призов. Так что, слушатели, не зевайте. Номер 211-101, наш прямой эфир. Ну, а сейчас реклама. Двадцать часов и тридцать одна минута продолжается программа «Культ поход». У нас в гостях Ольга Крупина и Надежда Менчикова. Говорим о выставке Дымковской игрушки «Город и горожане» в Вятском художественном музее имени Васнецовых. Настала пора привлечь вас, наши слушатели. Задаем вопросы, вы на них отвечаете. Звоните 211-101 Ну и для того, чтобы вы знали, за что бороться Сейчас список наших призов мы озвучим Итак, мы разыгрываем Пригласительные билеты в кинотеатр Смена и дружба Также пригласительные вятский художественный музей На выставку Зарикто Доржиева Новая степь, ограничение 6+, Пригласительные в галерею прогресса На выставку современного искусства Арт-вятка, ограничение 6+, Пригласительные вятскую филармонию На творческие встречи фестиваля на Семи холмах Сегодня, 11 августа, 18 11.00 Антон Лаврентьев Ловец снов, ограничение 6+, Завтра, 12 августа, 18.00 Екатерина Семенова Сольный творческий вечер, ограничение 6+, Также есть пригласительные билеты Вятский палеонтологический музей И книги от магазина «Читай город» Виржиния Моррис Забота о родителях, энциклопедия ухода за пожилыми людьми Ограничение 16+, Ася Володина, протагонист Ограничение 18+, Ти Кинси, леди на сельской ярмарке Всегда раскроет пару преступлений Ограничение 16+, Эти и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город» в торговых центрах Театро, Крым, Макси на Луганской И ТРЦ-фестиваль И, конечно, билеты Пригласительные в Вятский художественный музей На новую выставку «Город и горожане», О которой мы сегодня говорим Так, ну а я традиционно хочу напомнить о том, что у нас есть телеграм-канал Телеграм-канал радиостанции «Кировград» И мы каждый раз в культпоходе задаем там один вопросик Я его сейчас прямо туда запускаю Заходите, читайте Ну и дальше следуйте условиям Надо будет дозвониться для того, чтобы ответить на вопрос Пока его в эфире не озвучиваю Ну что, давайте вопросы наших гостей Ольга Мы предлагаем вспомнить имя человека Благодаря которому дымковская игрушка не исчезла с лица земли И этот промысел сохранился Мы уже упоминали Конечно Как всегда, вопрос для внимательных Вопрос на внимание Вот у нас уже два вопроса Один в телеграм-канале, другой озвучен только что в эфире Звоните, 211-101, призов очень много Будем рады Какой-то вопрос не задали там, хотели уточнить Да, меня привлекли очень Я имею в виду нашим гостям Да, да, да Вчера привлекли на выставке очень рельефы Которые создавались вот как-то в советский период И сейчас они не так популярны Но уже Надежда Николаевна в перерыве мне сказала Что все-таки есть, да Есть такая работа То есть сейчас тоже рельефы создаются Да, рельефы создаются Только не такого большого размера И под заказ Ну да, я поясню Это то, что когда игрушка как бы в плоском В плоском виде вешается на стену У нас есть звонок Давайте будем общаться с нашим слушателем Или слушательницей Алло, добрый день Добрый день Да, добрый день Говорите громче, пожалуйста, как вас зовут? Константин Константин, да, наши постоянные слушатели Рады вас слышать Вы на какой вопрос хотите ответить? На тот, который в телеграм-канале Или который Ольга Владимировна озвучила? Который Ольга Владимировна? Да, пожалуйста Имя, фамилия Это, видимо, либо Алексей Иванович Деньшин Либо Медленно Анна Да, конечно Об Алексею Ивановичу Да, вот сейчас как раз говорили о рукописи Которую планируется издать В виде книги Поздравляем вас с очередной победой Что хотите получить? Какой приз? Галерея прогресса Галерея прогресса Отлично, пожалуйста, не кладите трубку Обязательная процедура Передаем вас нашему редактору Ну, а я напоминаю о том, что еще у нас Ждем еще мы, да, ответа на вопрос Который опубликован в нашем телеграм-канале Так, следующий вопрос Вопрос Ну, мы же договорились Что-нибудь такое несложное, да? Вопрос такой Какие архитектурные объекты нашего города Нашли отражение в творчестве Современных мастериц Демковской игрушки Ну, хотя бы Один архитектурный объект Назовем, или сколько? А их много вообще? Ну, десятки Ну, пусть пять А, пусть пять Основные стыки То есть пять точно есть Ну, не знаю Ну, давайте на трех остановимся На трех остановимся Самых таких, да, известных Самых востребованных Любопытно Часто употребляемых Любимых, да 211-101 Ждем вашего участия А есть у нас звонок или нет? От звукорежиссера Я только услышал цифру Сколько нам минут остается До завершения Нам, в первую очередь Хотелось бы пообщаться С нашим слушателем Да, сейчас будем подключать Есть, да Добрый день Вы в эфире Представьтесь, пожалуйста Я хочу назвать архитектурный объект Это Спаской Ну, немножко скульптурный, да Наверное, место встречи, да А вот, может быть, Самый известный архитектурный памятник Нашего города Вот, он точно Тоже нашел отражение Как вы думаете, какой? Ну, театр и кукол Нет, мы имеем в виду не Не саму скульптуру Не саму скульптуру Не, собственно, да А именно архитектурные объекты Здания Какие, как вы думаете Архитектурные памятники? Ну, вот на Темсановской площади Есть там Нет Которые изображают Мастерицы дымковской игрушки Какие архитектурные объекты Сами мастерицы лепят Лепят и расписывают Да Мы еще не выяснили, как вас зовут Скажите, пожалуйста Ну, тогда, извините Я не понял просто А, ясно А как вас зовут-то, извините Александр Хорошо, тогда будем, видимо, другого, да, слушателя мы ждать Да, так получается Да, хорошо, ждем Следующего, 211 Давайте еще раз уточним То есть известные здания, объекты в нашем городе Которые нашли отражение в изделиях дымковского народного промышла Да, все верно Вот так вот, да То есть, ну, давайте вспоминать Какие мы самые известные здания в городе Славе Лепят не только пары кавалеров людей, птиц и животных Но еще и композиции И чтобы показать, откуда эти люди Да, есть привязка к местности И, конечно же, это самые известные архитектурные объекты нашего города Самый... Можно еще подсказку дам, да? Так Может быть, поможет это кому-то, да? Самое древнее каменное сооружение нашего города Вот, самое древнее каменное сооружение Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Александр Да, Александр, вы на какой вопрос будете отвечать? На вопросы с телеграм-каналом? Или... Про архитектурные формы Давайте Ну, скорее всего, речь идет о гостинице «Вятка» То что ж мы не туда попрошли? Она просто была украшена Да, ну да, было украшено Оказался, наш вопрос не... Александр, вот давайте сейчас представим Да, вот смотрите Светлана Дождевых Да, вот если бы Светлана нашла отражение в дымковской игрушке Если бы меня слепили Да, то есть слепили дымковскую бароню на основе вот Светланы А мы спрашиваем у вас На основе какого-то здания, объекта, да, выполнена дымковская игрушка Какие памятники наши лепят, как вы думаете? Архитектурные Была подсказка Самое древнее каменное сооружение нашего города Самое древнее каменное сооружение, да Самый красивый парковый ансамбль нашего города Говорили ведь сегодня, упоминали Да, где гуляют наши горожане Александровский сад Вот, наконец-то хоть Хоть что-то вытянули, да Времени очень мало остается Но подхватывайте, давайте перечислим, еще раз напомним Успенский Трифонов Успенский Трифонов монастырь Успенский собор, да, самое древнее каменное сооружение Вот я его подсказывала Нашел несколько раз его там Да, у кого-то из мастериц нашей ансамбль есть Я еще увидела, мне кажется А, я не понял вопрос Вот это все Царевскую церковь, мне кажется Да, особенно колокольные Я не понял вопрос Давайте с Александром завершим Но все-таки за Александровский сад давайте подарим Да, подарим Что выбираете вы, Александр? Билеты филармонии на Екатерину Семенову Хорошо, все, не кладите трубку Нашему редактору вас передадим К сожалению, уже не успеваем задать вопросы Но если кто-то звонится, чтобы ответить на вопрос В телеграм-канале заданный То вы еще успеете Наверное, секунд 20-30 есть Так А, полторы у нас еще минуты есть Ну вот тем более Тогда ждем до звонка Ответ на вопрос в нашем телеграм-канале Ну что, подводим итоги Выставка сколько будет работать? По 22 октября По 22 октября Время есть Возрастных ограничений никаких нет Можно целой семьей Проект вообще Дымковская игрушка Наследие Ветки Он вне временной Он все продолжается и продолжается Ну, у нас должен до конца года работать До конца Это согласно вот гранту Фонда культурных инициатив президентского Ну, в рамках него будет создана Я так понимаю, что постоянная экспозиция Которая будет работать дальше И будут печатные издания Печатные издания И мы надеемся Будет конференция Связанная с народным искусством На современном этапе С креативными индустриями Да, в начале декабря Но я думаю, об этом можно потом отдельно поговорить Более подробно Приходите к нам в гости Да, и еще раз напомню Что обо всех событиях О том, как вообще жизнь У нас проистекает в рамках проекта Дымковская игрушка Наследие Ветки Вы можете узнавать из соответствующего сообщества Во Вконтакте Там очень красочно, красиво Очень много информации На этом культпоход сегодняшний завершаем Ольга Крупина и Надежда Менчикова Наши гости Светлана Дождевых Владимир Сметанин До свидания, хорошей пятницы Всего доброго До свидания Субтитры сделал DimaTorzok